Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Многие предполагают, что это обычный конфликт двух девушек, но это не так. Я пыталась доказать обратное, что началось это все год назад, когда я только надела хиджаб. Но каждый слышит так, как он это хочет слышать. Ситуация гуляет в полном искажении по сегодняшний день. Она сказала, как вы меня достали, понаехали, валите в свой ислам. Остав фирула. После чего был сорван хиджаб и были удары головой затылком об дверь автобуса. Дальше я ничего не помню. Месяц я проходила в корсете, были ушибы и сотрясения мозга. Аль-Хамду-Лилля, это вылечило. Дело все тянется. Приходят отписки о том, что нет состава преступления. То они выписки теряли с приемного. Свидетелей даже не опросили по сей день. Сейчас я продолжаю лечение у невролога и психотерапевта. Провожу медикаментозное лечение. Принимаю уколы, тяжелые антидепрессанты. Из-за случившегося я потеряла единственный доход – работу. Все сразу отвернулись от меня, накопила долги по оплате за жилье. Но я не жалуюсь. В любом положении, аль-Хамду-Лилля. Иншалла, все наладится. На данный момент Екатерина проходит курс реабилитации. Девушка благодарит всех неравнодушных, кто помог ей преодолевать все трудности. Она готова бороться до конца для того, чтобы подобное насилие в будущем не испытали ее сестры и братья во всем мире. Благодаря сестрам и братьям, которые помогли мне, я смогла нанять адвоката для того, чтобы установить справедливость. На моем печальном примере другие должны понять, что нельзя гнобить человека потому, что он не такой. Что религия – это самое дорогое. Что не надо ее трогать, оскорблять. Для кого-то это просто ерунда, а для кого-то целый мир. Я должна отстоять свои права, чтобы потом, не дай Аллах, подобное повторилось с ближним, с сестрой по вере, братом или, не дай Аллах, с ребенком в школе. Чтобы начали понимать, что нельзя притеснять по принципу религиозной принадлежности. Сейчас, благодаря финансовой помощи единоверцев, дело Екатерины принял на рассмотрение адвокат. Он также подтвердил факт того, что справки судмедэкспертизы пропали. Несмотря на все эти нарушения, адвокат Екатерины настроен оптимистично. Из тех документов, которые она представила, например, постановление органа полиции, здесь подтверждаются все эти обстоятельства, связанные с этим происшествием. Из-за чего оно произошло, что Лукина делала в отношении Екатерины и так далее. Этих документов достаточно для того, чтобы подавать гражданский правовой иск в суд и взыскивать компенсацию морального ущерба. Потому что, собственно говоря, все обстоятельства дела подтверждены государственным органом в лице органов МВД. А что касается привлечения к административной ответственности или уголовной ответственности, то тут надо собирать дополнительные документы, связанные с нанесением насильственного вреда здоровью. собирать свидетельские показания с третьих лиц, которые видели, что Лукина совершала в отношении Михайловой оскорбление ее личности, расы, веры, вероисповедования. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok